Девушки отдыхают 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 И помощник, и, как правило, кстати, жена нелегала, тоже нелегал. В том отношении, что не просто жена нелегала, она и сама нелегала. Здесь есть и трагедии многие, потому что многие супружеские пары, вот оказавшись далеко от дома, пропускают какое-то время для обзаведения детьми, скажем. Когда они возвращаются домой, они уже люди в годах. Когда уже поздно рожать детей, иногда это просто невозможно. Я таких знал несколько пар, они бездетные оказались. Но в очень редких случаях люди сами находят друг друга за границей. Именно так случилось с, пожалуй, самой известной супружеской парой нелегалов советской внешней разведки Моррисом и Леонтиной Коэн. В 1938 году молодой американский коммунист, выпускник Колумбийского университета Моррис Коэн сражался в Испании на стороне республиканцев в бригаде имени Авраама Линкольна. В одном из боев он был ранен, и к нему в госпиталь пришел незнакомый Коэну посетитель. Этим представителем был работник советской резидентуры, который подошел к Коэну. Как говорят в разведке, подошел. Это не просто физическое действие, а подошел к нему с вербовочным вполне определенным предложением. Коэн согласился и получил псевдоним Луис. Вообще Испания была благодатным местом для вербовки, и советской разведке удалось вербовать представителей 12 стран, воевавших в интербригадах. Их всех объединяло большие симпатии к Советскому Союзу и к коммунизму. Моррис Коэн приехал в Москву и прошел непродолжительный курс обучения в разведшколе. После этого молодой агент под оперативным псевдонимом Луис вернулся в США. Ему удалось собрать группу из нескольких человек, которые снабжали его ценной информацией. Эту группу назвали «Волонтеры». Первым крупным успехом стали добытые волонтерами данные о совершенно секретных тогда радарах и сонарах. Тем временем в личной жизни Луиса произошли изменения. Он влюбился в молодую профсоюзную активистку Леонтину Петке. Их политические взгляды совпадали, и Луис задумался о женитьбе. Но без разрешения центра это было невозможно. Женит бы в разведке дело далеко не личное, и в резидентуре поручили собрать как можно больше информации о невесте Коина Леонтине Петке. Сбор информации дал положительные результаты, только после этого ему, по сути дела, можно сказать, разрешили жениться. Более того, через какое-то время Коину даже санкционировали раскрыть содержание своей деятельности. То есть он мог рассказать о том, кто он такой и чем занимается. К немалому удивлению Леонтина с радостью согласилась разделить тяготы и возможные опасности жизни вдвоем. И они должны это все перенести каждый день, каждую минуту, не зная никогда, что их ждет следующее утро. Но у них есть еще один, гораздо, мне кажется, больше жертвы, которые они должны перенести своему делу. А это именно, что он не должен отказаться от своей личности, от своего «я». Они становятся другими людьми. Леонтине присвоили оперативный псевдоним Лесли. Огромной удачей Луиса и Лесли стало их знакомство в начале войны с молодым физиком, который работал в особо секретной лаборатории Чикагского университета. Там проводилась подготовка к производству плутония для атомной бомбы. Этот человек, эта загадочная личность, молодой физик, получил оперативный псевдоним Персей. Собственно, многие годы он был знаком только под этим именем. Это был удачный выбор, удачная находка, благодаря которому группа волонтеров действовала очень эффективно. Поэтому она получила от центра указания полностью сосредоточиться на атомной проблематике, на секретах создания атомного оружия. Надо сказать, что Персей был ученым, и мы сегодня можем наконец открыть его имя. Это Теодор Холл, который сделал немало открытий фундаментальной науки. И о его работе на советскую разведку стало известно только незадолго до его смерти, 10 лет назад, чуть больше, в 98-м году. От какой-либо платы физик категорически отказался. Он объяснил, что новое мощнейшее оружие нацелено не только против солдат и боевой техники, а неминуемо вызовет гибель миллионов мирных людей. Поэтому он, не коммунист и даже не сочувствующий, был готов передавать Советскому Союзу информацию о создании атомной бомбы. Вскоре Персея перевели из Чикаго в специальный американский ядерный центр в Лос-Аламос и подключили к разработке Манхэттенского проекта. Связь с ним на время прервалась. На это была еще одна причина. Мориса Коэна призвали в армию, и он отправился на войну в Европу. Дальнейшие контакты с Персеем пришлось поддерживать Леонтине Коэн. Ученый предупредил, что, не вызывая подозрений, может отлучаться из Лос-Аламоса только раз в месяц по воскресеньям. В целях безопасности лучше встречаться в каком-нибудь соседнем городке. Лесли до мелочей продумала сценарий встречи с Персеем. Она возьмет на работе отпуск и поедет отдохнуть на курорт в маленький городок Альбукерк. Встреча в конце концов состоялась, и Персей передал Лесли толстую пачку исписанных листов бумаги. Ей оставалось лишь сесть на поезд и уехать из этого опасного места. Но тут и начались сложности. И вот тут происходит, как раз, наверное, быть может, самый радикальный, самый тяжелый эпизод в биографии Леонтина, который потребовал невероятного мужества в выдержке, какую, может быть, некоторым мужчинам не достает. Агенты ФБР устроили настоящее облаву и проверяли вещи у всех, находившихся на вокзале. Прежде всего, досматривали чемоданы. А ценнейшие документы, секреты, находились в коробке из-под салфеток. И она нашлась. Она отдала агенту ФБР коробку подержать, для того, чтобы тому было удобно смотреть чемодан. В чемодане ничего особенного не было, он был досмотрен. Ее отпустили. Дальше она нашлась еще один раз, будто бы забыв, как будто бы случайно, эту коробку у ФБРовца. И она тем самым вынудила его догнать и вежливо вернуть даме забытую вещь. Вот этот эпизод она пережила достойно. Благодаря этим данным сообщение Труменом Сталину на Потсдамской конференции об успешном испытании бомбы не стало неожиданностью для советского вождя. Но там были и, собственно, научные данные, которые сильно ускорили разработку отечественного атомного оружия. В 1948 году в США был направлен советский разведчик Рудольф Абель. Под этим именем Вильям Фишер войдет в учебники разведки многих стран. Он работал в тесном контакте с Луисом и Лесли и со всей группой волонтеры. Когда в результате предательства Абеля арестовали, то опасность разоблачения нависла прежде всего над Моррисом и Леонтиной Коэн. Из Москвы поступил приказ о срочном вывозе супругов в Советский Союз. Абель не выдал никого, но рисковать было нельзя. Слишком ценными агентами были Луис и Лесли. Хотя сами они уезжать не хотели. Ну и начали мы объясняться. Объясняться мы начали, это уже оригинально, естественно, сами понимаете. Я попросил, взял листок бумаги и на листок бумаги пишу. Значит, что, какое решение, что от него ожидаем. Он пишет, почему. Я, значит, пишу ему, что вот так нужно сделать, доказываю, что нужно выехать. А он пишет, что зачем это нужно. Мы боевые люди. Мы перейдем на нелегальное, будем бороться. То есть на нелегальное положение будем бороться. Я должен настоять, у него есть указания. Он меня выручает. Он, в конце концов, значит, видит мое некоторое замешательство такое небольшое. Он очень умный, догадливый человек. Он пишет, это что, приказ? Я пишу, yes. Приказ о срочном вывозе Луиса и Лесли отдал начальник советской нелегальной разведки Александр Коротков. К тому времени он был на этой должности всего полтора года, но успел зарекомендовать себя как исключительно способный руководитель. Что интересно, своего рода он мировой рекордсмен. Дело в том, что нелегальную разведку всегда возглавляет очень крупный разведчик. Ну, в генеральском звании, скажем, генеральской должности. И даже не с одной звездой генеральской. Как правило, очень опытный профессионал, работавший 15-20 лет в системе. Обязательно работавший много лет в точке зарубежной. Но, как правило, сам не был нелегал. Он возглавлял какие-то другие подразделения, работал где-то за границей под каким-то прикрытием. Или дипломатическим, еще каким-то, как икредитованный журналист, представитель торгпредства, морфлота, аэрофлота и так далее. Так вот Коротков единственный руководитель нелегальной разведки, когда он уже был самостоятельным таким управлением, который сам он в эти годы был нелегалом. С 1933 по 1941 год с небольшими перерывами Александр Коротков в качестве нелегала работал во Франции, Швейцарии, Дании, Норвегии и Германии. У него на связи были самые заметные агенты, которые принесли много пользы советской разведке во время Второй мировой войны. Для своего времени он был нетипичным руководителем. При этом Александр Коротков был одним из немногих людей, с чьим мнением считался беспощадный и всесильный Лаврентий Берия. Он иногда принимал самое неожиданное решение, но такой смешной эпизод. Один из его сотрудников, рядовых сотрудников, ну перебрал где-то по какому-то поводу. А у него такой был трабантик, этот малолитражный автомобильчик ГДРовского производства, такая черепашка. Короче говоря, он нарушил там какие-то правила, за ним погнался полицейский на мощной машине. В общем, они гоняли целый час, он все-таки уехал и благополучно прибыл там, где было расположение его. Вот, ну, по номеру там выяснили, в общем-то, пришло представление из полиции, разберитесь с вашим офицером, вот, то-то, то-то, то-то. Вот, Коротков его вызвал, значит, снял с него стружку, как положено, но до смерти не убил. И, хотя предлагали самые крутые меры принять, он сказал, нет, не надо. Раз этот человек на этой черепахе ушел от полицейской машины, с него будет толк. Только надо, так сказать, его немножко пропесочить, а потом пусть служит. Из него толк будет. И так оно и вышло. Леонтино и Морис Коэн прибыли в Москву долгим кружным путем в апреле 1950 года. Отдыхать им пришлось немного. Генерал Коротков придумал для них новое, особо важное задание. Он предложил супругам направиться на нелегальную работу в Англию. Три года Коэнов готовили к новой работе в разведшколе. Лесли освоила новейшую по тем временам быстродействующую радиоаппаратуру. Успешно сдав экзамены, Коэны сменили не только псевдонимы, но и фамилию. Теперь для центра они звались дачниками. А для легальной жизни в Англии они стали Питером и Хелен Крогер, обеспеченными эмигрантами из Новой Зеландии. Вскоре после приезда они открыли букинистический магазин в Лондоне. Проявив способности в этом бизнесе, они добились коммерческого успеха. Во всяком случае, финансовые подпитки из центра они не нуждались. Нелегал должен себе заработать на жизнь. Потому что вот с чемоданчик денег с собой так не привезешь. То есть привезешь, а что с ними делать? Вот сейчас у нас есть термин «отмывание денег». Говорите, не надо забывать, что в каждой капиталистической стране, развитой, в той же Америке, там нет паспортов, внутренних нет паспортов, нет прописки. Но не надо забывать, что в этой стране налоговая служба даст точку вперед любой контрразведке. Вы доллары не потратите так, чтобы не нашли при случае его происхождения. Чуть позже Коэнов-Крогеров в Англии появился Конан Молодый, советский разведчик, с которым им предстояло взаимодействовать. И появилась будущая легенда советской разведки под видом амбициозного канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла. Впоследствии о нем будет снят сверхпопулярный в Советском Союзе кинофильм «Мертвый сезон». Он до сих пор считается одним из самых правдоподобных фильмов о нелегальной разведке. Молодый Лонсдейл основал фирму по выпуску игровых и музыкальных автоматов и вскоре невероятно преуспел. Всего лишь за пару лет советский нелегал стал вполне легальным миллионером и даже представлял со своей продукцией Великобританию на всемирной выставке в Брюсселе. Там он даже получил золотую медаль. Для закрепления легенды и развития бизнеса Москва отвела Коэном и Молодому два года. За это время они не встречались. Но после успешного закрепления пришло время для активной работы по основному профилю. Москва поставила перед ними задачу проникнуть в исследовательский центр военно-морских сил и центр по изучению биологических методов ведения войны. Коэны и Крогеры купили неприметный дом сельской местности и оборудовали в подвале радиостанцию для связи с центром. Молодый Лонсдейл тем временем сумел завербовать нескольких ценных агентов, в том числе в английском министерстве обороны. Советские разведчики, что называется, сработались быстро. Я бы сказал, соответствовали, дополняли, я бы сказал, друг друга. Скажем, ну такая безудержная смелость или безудержной смелости Лонсдейла. Значит, его вот такой энергии и неукротимой энергии очень нужны были зрелость суждений, значит, вот умудренность житейским опытом Крогеров. За несколько лет советским разведчикам удалось собрать массу секретных сведений о деятельности НАТО, о ракетном оружии, об аппаратуре слежения за подводными лодками, о химическом и бактериологическом оружии и многом другом. Но, как это бывает в разведке, в результате предательства Лонсдейл и Коэн и Крогеры попали под подозрение и были арестованы в январе 1961 года. В марте того же года состоялся суд, который длился недолго, всего неделю. Лонсдейл всю вину брал на себя, доказывая, что супруги Крогер ничего не знали о его деятельности. Англичанам помогли американские коллеги. Они сообщили, что Крогеры – это супруги Коэн, по всей видимости, связанные с арестованным в Нью-Йорке советским разведчиком Абелем. Приговор был суров. Леонтина Коэн получила 20 лет, а Конан Молодый и Моррис Коэн – по 25 лет тюремного заключения. Он был приговорен в февралье, я пришел к тюрьме в мае. Он, конечно, по своей природе, по-моему, не такой оптимистический, такой, ну, кипящий жизни человека, как был Лонсдейл, который был совершенно несокрушимым. Но у него была такая тихая сила, рассчитана на долгие видышки такого испытания. Значительные разведчики редко отбывают весь срок заключения. В 1964-м Конан Молодый был обменен на английского разведчика, которого поймали в Москве. Насчет Морриса и Леонтины Коэн удалось договориться лишь к 1969 году. Их также обменяли на английских агентов. Отправка Коэна в Советский Союз, как писала Дейли Телеграф, напоминала отъезд коронованной четы. В Москве они, наконец, смогли встретиться со своими друзьями-коллегами – Конаном Молодым и Рудольфом Абелем. В дальнейшем они вели тихую жизнь и скончались один за другим. Леонтина Коэн в 1993-м, а Моррис – в 1995-м году. Вскоре после смерти им присвоили звание Героев России. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Именно о другой супружеской паре нелегалов до сих пор известны в основном специалистам. И это неудивительно. Их рассекретили лишь в конце 90-х годов минувшего века. В 1937 году будущий майор советской внешней разведки Ирина Алимова была восходящей 17-летней звездочкой туркменского кинематографа. Ее заметил режиссер студии «Туркменфильм» и пригласил сниматься в картине «Умбар». После первого успеха юную Биби Иран, а именно таким было ее настоящее имя, направили в Ленинград учиться на курс Трауберга и Козинцева. Но после учебы молодую актрису ждали не новые роли, а солдатская шинель. Началась война, и Ирина Алимова пошла в военкомат. Там, узнав, что она свободно владеет четырьмя тюркскими языками, направили ее в войска НКВД, в отдел цензуры и перлюстрации. День победы сержант Алимова встретила в Вене. После демобилизации она вернулась домой и надеялась продолжить кинематографическую карьеру. Но фильмов тогда не снимали. Я когда приехала с фронта, все продали, полуголодные были, мама больная, брат у меня, еще девочка была одна, родственника, дочь. Я пошла на второй день в КГБ Туркмении и сказала, дайте мне работу, потому что мне тяжело. Они дали работу контрразведки в отделение наружного наблюдения. На этой работе Ирина приобрела навыки наблюдения за объектами, обнаружение слежки и ухода от нее. Она и не подозревала, как ей пригодятся эти умения в будущей работе за границей. В 1953 году Ирину вызвали на Лубянку и сообщили, что направляют ее на нелегальную работу в Японию. В то время у советской разведки успехов в Японии практически не было. В стране буквально хозяйничала американская контрразведка, и связь с большинством агентуры, оставшейся от прежних времен, была утрачена. Тогда руководством внешней разведки было принято решение работать в Японии с нелегальных позиций. По легенде, разработанной в управлении Александра Короткова, Ирина Алимова превращалась в Уйгурку, дочь богатых родителей, давно выехавших из царской России. Ее оперативным псевдонимом был Бир. Уйгуры в основном живут в Китае, но также и в Казахстане и Киргизии. После спецподготовки Ирина в совершенстве владела уйгурским, азербайджанским, турецким, узбекским, английским и немецким языками. Но по-китайски она знала всего несколько слов. А за мной китайцы, целая вереница, если они увидят иностранца, оказывается, сопровождают. И смеются, и так дернут за платье. Ну, я молча шла, терпеливо. Я зашла в универмаг, где встреча была. И вот мне пришлось долго-долго ждать. Они на одной стороне, а я на другой. Будущим мужем Ирины Алимовой стал опытный 38-летний разведчик Шамиль Абдулладзянович Хамзин. Татарин по национальности, успешно работавший после войны на Ближнем Востоке. Его оперативным псевдонимом был Халиф. Умный и коммуникабельный Шамиль сразу понравился Ирине. Она ему тоже. Они полюбили друг друга и были вместе всю оставшуюся жизнь. Свадьбу сыграли через 10 дней после знакомства. Теперь Ирину знали под именем Хатыча Садык. Халиф легализовался в Китае еще раньше, как турецкий уйгур Энвер Садык. И за короткое время стал одним из руководителей мусульманской общины Тяньцзиня. Успешный коммерсант он много тратил на благотворительность, помогая бедным единоверцам. У супругов Садык сложилась прекрасная репутация, но основная задача никак не решалась. Перебраться в Японию не удавалось. Попасть в Японию супругом Садык помог случай. Вообще в разведке он играет иногда решающую роль. Дело в том, что одна их знакомая владела в Японии земельным участком. И как раз именно в это время ей понадобились деньги, и она была готова продать участок, который супруги с радостью согласились купить. Он давал преимущество при получении визы. Надо было получить японскую визу, но для этого поехать в Гонконг. Приехав в Гонконг, они воспользовались связями в Красном Кресте, через которого они вели благотворительную деятельность. И, наконец, виза была получена в 1954 году. И они успели выехать в Японию, получив инструкции от представителей центра именно там, в Гонконге. Возможности для поиска нужных людей резко увеличились, когда Энвер Садык организовал крупную экспортно-импортную компанию. И супруги переехали в столицу, в Токио. В Токио жизнь их вошла в нормальное капиталистическое русло. Они превратились в преуспевающих торговцев, владели двухэтажным домом. При доме существовал, действовал магазин. И вообще там часто бывали многочисленные турецкие офицеры из состава войск ООН в Корее, где буквально за год до этого кончилась война. Но войсковые контингенты еще оставались, и турецкие офицеры приезжали на отдых в Токио. Естественно, их тянуло к соотечественникам, и это место превратилось в своеобразный клуб, через который супруги узнавали немало интересного, не только для себя, но в основном для разведки. В гостеприимном доме бывали не только рядовые офицеры, но и турецкий военно-морской атташе, а также гражданские специалисты по приемке судов, заказанных на японских верфях. От них удалось узнать о японской программе возрождения военно-морского флота и новых подлодков. Но центру была нужна стратегическая информация. Хальфу и Бир стало известно о планах создания новой военно-политической группировки, в которую могут войти Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Япония, Таиланд, Филиппины, Новая Зеландия, Малайзия и Австралия. Япония, как держава, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, была лишена права вступать в какие бы то ни было военно-политические организации. Таких в 50-е и 60-е годы в регионе Юго-Восточной Азии и в зоне Тихого океана было уже несколько. Анзиус, Анзиук, Сеату. Поэтому Москва, благодаря информации Халифа и Бир, получила время, которое было выигрышным для принятия решения, для выработки своей реакции. И эта информация подтвердилась, потому что в 66-м году Япония вступила в Азиатско-Тихоокеанский совет, который по форме считался экономическим, но на самом деле был военный политическим блоком. За 13 лет работы в Японии супруги Садык собрали массу ценной информации о программе перевооружения Японии, об американских военных базах, приобрели новых агентов, реанимировали некоторые старые связи и даже подружились с турецким послом и его семьей. Все шло вроде прекрасно до начала 1967 года, когда супруги почувствовали слежку. Послали сообщение об этом в центр. Там решили не рисковать и немедленно эвакуировать нелегалов. Халиф сообщил своему компаньону, что он с женой уезжает в отпуск в Турцию. Энвер и Хатыча Садык вылетели в Париж. Затем по маршруту Италия, Швеция, Швейцария, Болгария оказались в Москве. На пенсию Шамиль Хамзин и Ирина Алимова не ушли. Она преподавала молодым сотрудникам, а он еще 20 лет выполнял различные краткосрочные задания в Европе и на Востоке. Шамиль Хамзин умер в 1991 году, а Ирина Алимова живет в Москве. Работа разведчика-нелегала очень трудна, но поистине уникальна по своей сложности работа начальника нелегальной разведки. Юрий Иванович Дроздов был последним начальником всех советских нелегалов. Его имя при жизни стало легендой. А ведь попал он в разведку буквально чудом. В Великую Отечественную войну командир взвода противотанковой артиллерии лейтенант Дроздов закончил в Берлине. Но пойти дальше по артиллерийской части он не захотел. Больше всего молодому лейтенанту хотелось изучать иностранные языки, тем более что соответствующие способности обнаружились еще на фронте. В дальнейшем удалось поступить в военный институт иностранных языков, закончить его с отличием и принять предложение поступить на службу в КГБ. В 1957 году капитана Дроздова командировали в ГДР в качестве переводчика и делопроизводителя. Но служить к тому времени он хотел только в разведке. А его не хотели брать в разведку молодую, он был лысый чуть ли не с рождения. В молодости потерялся. Очень приметная внешность такая была. И когда он получил назначение в Германии, в общем у него такая была чисто техническая должность, чисто военная, и он пришел тоже к Короткову и сказал, я хочу заниматься оперативной работой, чтобы меня взяли в разведку. Он говорит, а что вы в этом понимаете, что вы в этом знаете, что вы здесь можете? Он сказал, ну а ваши сотрудники могут рассчитать боевые действия артиллерийского полка в наступлении? Он говорит, нет, конечно, я могу. Но если я мог научиться, я тоже могу. То-то он взял в разведку. Генерал Коротков, который к тому времени возглавлял немецкое направление во внешней разведке, даже помыслить не мог о том, что этот высокий худощавый капитан, которому он дал шанс, через 20 с небольшим лет, будет, как и он, когда-то руководить всей нелегальной разведкой. Но без счастливого случая не бывает ни одной значительной карьеры. Юрий Дроздов проработал в Германии 6 лет, выполняя самые разные задания. В том числе бывали короткие нелегальные выезды в ФРГ и Западный Берлин. В Москву Дроздов вернулся уже как самый настоящий разведчик, с большим опытом работы и блестящим знанием немецкого языка. Впрочем, служба на родине оказалась недолгой. Потому что уже в 64-м году, когда я учился на курсах усовершенствования, меня вдруг неожиданно вызвали и начали вести со мной загадочный разговор относительно того, не взялся бы я руководить маленькой точкой. Я говорю, ну где? На севере, на западе, на юге, на востоке, на востоке. Ну, давайте поговорили о том, как и что это может быть. Стало ясно, что это может быть Китай. Юрию Дроздову и его сотрудникам выпала очень трудная задача. Советско-китайские отношения стремительно ухудшались. Информации о том, что, собственно, происходит в Китае, советское руководство практически не имело. К тому же, еще в конце 40-х, по личному распоряжению Иосифа Сталина, новым китайским братьям была выдана почти вся советская агентура в этой стране. Работать приходилось буквально на ощупь, зачастую просто рискуя своей жизнью. Вообще поездки, любые перемещения по Пекину в то время были крайне опасными, когда даже жены дипломатов и дети, бывало, подвергались жестоким избиениям. Как-то ночью Юрий Иванович ехал на своем москвиче по городу и на перекрестке его остановило и вытащило из москвича толпа хунвебинов. Они хотели немедленно расправиться с ним, ну, сжечь. Ну, произошла некая заминка. То ли дров было маловато, или был дефицит зажигательного вещества, но благодаря вот этой заминке, оказавшейся спасительной, Юрий Иванович остался в живых, потому что китайская милиция, формально еще охранявшая посольство, она как-то отреагировала, пусть вяло. Но это отпугнуло хунвебинов, и ему удалось скрыться в посольстве. Но, несмотря на все сложности, информация в центр начала поступать, и там ей придавалось большое значение. Особенное внимание к китайской проблематике проявлял секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Когда китайская командировка Дроздова подошла к концу, Андропов попросил его написать отчет о том, что происходит в Китае. Ну, и следующим пунктом, как сейчас помню содержание этой телеграммы, там было написано, что это не должен быть сухой официальный оперативный отчет, потому что оперативный отчет я уже отправил. Я задержался на полтора месяца, так, и написал свое представление, как я имел в виду, значит, ну, свои личные переживания, свое ощущение, которое тогда у меня сложилось, о пребывании в Китае. Отчет получился откровенным и местами неприятным для руководства. Юрий Дроздов тогда крепко рискнул всей своей карьеры. Тем более, что никакой реакции руководства на его доклад долгое время не было. Он и не знал, что доклад самым тщательным образом изучают члены политбюро. Меня опять позвали примерно через год к Юрию Владимировичу. Он говорит, слушай, я, говорит, позвал тебя, чтобы вернуть тебе твой отчет. Он протягивает мне мой отчет и говорит, я тебе объясню, где чьи пометки. Вот это, говорит, пометка такого-то, это такого-то пометка, это такого-то. Вот тут подчеркнулся таким-то. Вообще, говорит, за откровенный большой отчет спасибо. С тех пор Андропов стал выделять способного разведчика. И Юрию Дроздову пришлось еще немало написать аналитических записок, в том числе и на самый верх. С немногословным и замкнутым председателем КГБ у Юрия Ивановича установились удивительно откровенные отношения. Ну, он был открытым и интересным собеседником. И, как я указал в одной из своих книг, что после того, как мы с ним вдвоем ездили и вручили орден Боевого Красного Знамена одному нелегалу иностранцу, и когда возвращались, въехали в машине, так он обернулся, значит, через плечо говорит, «Слушай, ответь мне, а почему иностранец иногда отстаивает интересы социализма и коммунизма лучше, чем советский человек?» Вот бросил такую фразу. Я помолчал, помолчал, я не знал, что ответить. Вопрос очень серьезный был, так, но я ему ответил так. Я говорю, «Вы понимаете, Юрий Владимирович, этот человек работает с нашей нелегальной разведкой, а мы не позволяем себе врать такому человеку». Он помолчал, а потом ответил, «Да, многое нам надо еще менять». Но, разумеется, помимо аналитических записок, Юрий Дроздов занимался и оперативной работой. Так, в одной из поездок в Германию, ему вместе с сотрудниками нелегальной резидентуры удалась очень красивая комбинация. В то время было очень важно найти подходы к некоторым работникам западногерманской спецслужбы БНД. Было известно, что некоторые из них исповедуют неонацистские взгляды, и как раз среди них оказался офицер, который интересовал по ряду соображений нашу разведку. У Юрия Ивановича возникла мысль использовать это обстоятельство и реализовать такую схему, что этому немцу будто бы случайно становится известно о существовании подпольной организации неонацистов во главе с бывшим офицером войск СС бароном фон Хоинштайном. Самого фон Хоинштайна должен был играть Юрий Иванович. А его познакомил этого барона или Юрия Ивановича с немцем. Коллега Юрия Ивановича тоже советский нелегал. Для того, чтобы это сделать, пришлось перечитать очень много, включая, значит, воспоминания немцев. Так, прочитать пришлось, что из себя представляет этот род баронов Хоинштайнов. Он с 15 века известен. Так, значит, посмотреть родословное дерево, на всякий случай. Ему ни разу не пришлось этими данными воспользоваться. Самое уморительное в этой истории, что немец всерьез участвовал в церемонии принятия принесения присяги, наверное, с фюреру и третьему рейху, какая в реальности приносилась в 40-х годах. Ну, естественно, после этого он оказался, и он думал, что он причастен к существованию такой мощной организации, и уже секретов от новых коллег у него не было. И через него шла ценнейшая информация для нашей нелегальной разведки. В 1979 году Юрий Андропов назначил его на должность руководителя советской нелегальной разведки. И первым заданием было спланировать и провести захват дворца Хефизулы Амина, афганского диктатора, чья политика не устраивала советское руководство. С неимоверно сложной задачей Дроздову удалось справиться за считанные недели. Дворец был взят с достаточно небольшими потерями среди сотрудников КГБ и ГРУ. Причем Юрий Дроздов на месте руководил операцией. После боя генерал Дроздов оказался на волосок от смерти. Возвращались из посольства. На этой улице уже незадолго до выезда за город, неожиданно из-за ствола дерева выходит автоматчик. «Стой!» кричит. Ему моргнули, как было обусловлено, он все равно кричит. А потом пошла очередь из автомата. Значит, пули трассируются, и ты видишь о том, что вот она, значит, ударилась в землю, потом поднимается, бьет в радиатор, так, и, значит, думаешь про себя, мысль проскочишь. Ну, вот и сейчас, сука, вильнет, и все. Глупо. А сзади за нами шла боевая машина пехоты, БМДСКО, в которой сидел заместитель Колесникова Олег Рульянович Швец. Он, значит, оттуда на понятном русском языке, значит, высказался соответствующим образом, солдата торопел. В это время дверь открывается, оттуда выходит лейтенант в шинели. Я выхожу из машины, посмотрел на капот, так, пробитый. Потом подхожу и спрашиваю, у него твой солдат? Он говорит, мой, я говорю, ну, спасибо, что ты не научил его стрелять. Сразу после возвращения домой Дроздов удивил всех, отказавшись от звания Героя Советского Союза в пользу одного из своих подчиненных. Я ему задал вопрос, а почему же? Уже и известно было, и слышно было, что вы, оно и принято, так было, Герой Советского Союза. Ну, он скромный. Нет того ордена, который мне вручили. Достаточно, Александр Иванович. Я удовлетворил. Вернувшись из Афганистана, безусловно, пришел к глубокому такому выводу, что там должны работать, выполнять задачи только люди, которые специально прошли подготовку. Прошли, значит, не просто индивидуальную, а, во-первых, они должны абсолютно быть надежными и профессионалами не с точки зрения, так сказать, физических своих возможностей, а с точки зрения вообще всего своего морального духа. И вообще, значит, подготовлены таким образом, но не только индивидуально. Они должны работать в коллективе, они должны быть взаимозаменяемы, обладать несколькими специальностями спецназовца. И поэтому нужно было создавать такое подразделение. Он об этом докладывал руководству. И вы знаете, и многие знают уже теперь, что когда было доложено Юрию Владимировичу Андропову об этом, через какое-то время он принял решение о создании такого подразделения. И ему было поручено его создать. Создавая первый отряд советского спецназа, Юрий Дроздов и здесь принял нестандартное решение. Параллельно с разработкой собственных методик, нелегальные разведчики были внедрены в лучшие западные отряды специального назначения для изучения их опыта. В результате отряд «Вымпел» в сжатые сроки стал одним из лучших специальных подразделений в мире. В то же время не ослабевало и глобальное противостояние советской и западных разведок. Серьезная разведывательная работа, она требует много времени. И это многое время заключается не в один год, не в пару дней. А в тех случаях, которые мне пришлось переживать за свою работу в нелегальной разведке, а я там оказался с августа 1957 года и по 1991 год, так, то некоторые из операций занимали время минимум четыре года, минимум, максимум семнадцать лет. Это те операции, которые давали возможность серьезного, длительного, глубокого изучения своих противников, которых сегодня называем партнерами. Генерал Дроздов ушел в отставку в июне 1991 года. У него началась другая карьера. Руководителя независимого аналитического агентства, которое продолжается и по сей день. Этот человек обладает великолепным геополитическим мышлением и великолепными прогностическими данными. То есть он умеет экстраполировать те или иные политические, военные, специальные события на ближнее и на дальнее будущее. То есть не хочу сказать, что он предсказатель. Это просто высочайший уровень профессионализма и знания, механизмов принятия тех или иных политических решений. Приемникам Юрия Дроздова приходится продолжать свою работу и сегодня. Ведь конец истории, который поторопились объявить в начале 90-х, не состоялся, оказавшись лишь крахом коммунизма. Их работа похожа на бег на изнурение, когда неизвестно, сколько еще надо пробежать. При этом участники гонки прекрасно понимают, до финиша дойдут не все. Это потяжелее марафонской дистанции, где бегуна ободряют крики болельщиков. А марафон нелегалов идет вдали от лишних глаз. О его победителях, как правило, не объявляют. Но редкие исключения все же бывают. Правда, через много лет после финиша. Продолжение следует...